всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии я их читаю мне это очень нравится спасибо вам за то что поддерживаете канал материально как это сделать написано под каждым роликом мне это очень приятно не скажу что это судьбоносно но это очень приятно правда так что спасибо большое и мы хочу обратить ваше внимание на то что в плейлистах очень много роликов уже записано почти 300 так что если у вас есть желание услышать о каком-то своем любимом альбоме посмотрите сначала в плейлисты потому что среди почти 300 роликов вы можете обнаружить и каптона бифхарта и много там чего еще и франкозаппу и махаришну оркестра и много джаза много рока много американской музыки старой английской музыки старые новые так что посмотрите предварительно а потом уже пишите письма но собственно письма можете и так писать дело молодое к чему это я сказал к тому что переслушал сегодня в пятисоттысячный раз наверно вот эту пластинку black sabbath паранойя 1970 год последние годы я редко слушаю black sabbath хотя очень люблю эту группу период с ози озборном очень люблю все пластинки записаны black sabbath вместе с озборном при этом я сольное творчество ози озборна на дух не выношу вообще я его слушать не могу просто ни одну пластинку я ози озборна ним не выдержал до конца и даже не тоже до конца даже там первую сторону не дослушать black sabbath без ози озборна на мой взгляд к сожалению мощнейшая группа заиграла просто унылый коммерческий какой-то такой металл повторю еще раз на мой взгляд это мое мнение унылый коммерческий металл это их дело им надо и деньги зарабатывать потом что-то они видимо в этой музыке нашли для себя потому что они люди творческие безусловно что-то там есть я этого не вижу и не слышу к сожалению а вот пластинки оригинального состава 1 они на мой взгляд просто великолепны все просто все великолепны а вот этот альбом я услышал естественно когда учился в школе советской много-много лет назад не помню это 70-й год услышал я ее ну может быть там 73 может быть там 72 то есть мне было соответственно там лет 12 13 я был юн совсем на магнитофоне пластинки это у меня не было много 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 лет я ее купил уже более-менее сознательном возрасте не именно эту один из один из экземпляров параноида я так понимаю что тогда я купил оригинал это у меня переиздание оригинал я не ищу потому что у меня так много позиций которые мне нужны в оригиналах и которые у меня есть оригиналах я уже менее избирательно стал работать в этом смысле то есть не работать и развлекаться тогда это конечно был оригинал но на это никто не обращал внимание тогда все было оригинала все пластинки которые проходили которые мы покупали на толчке на черном рынке на улице червонного казачества сначала потом удельный потом в дк имени ленина потом возле дк связи потом на станции электрические лаврики много-много где еще они все были оригиналы вот сейчас бы их все вернуть назад ну да ладно и вот на простых советских магнитофонах мы с одноклассниками слушали эту пластинку и я могу сказать что она на меня произвела впечатление гораздо больше чем deep open rock хотя говорят что deep open rock свернул головы всей молодежи во всем мире вполне возможно свернул но мне свернула голову так пластинка рожду гораздо большей степени если говорить о тяжелом уроке и я здесь кстати упомяну такую вещь что мне странно всегда что deep open black south и led zeppelin как-то ставят ставок сваливает в одну кучу и начнет их сравнивать что учить deep open или надпула дзеппелин вся группа играет абсолютно разную музыку это то же самое что сравнить beatles rolling stones кто кто круче beatles или rolling stones это вообще разная музыка в принципе невозможно сравнивать также невозможно deep open и дзеппелин сравнивать и black sabbath и deep open невозможно сравнивать и black sabbath и дзеппелин невозможно сравнивать хотя здесь влияние дзеппелин чувствуется полный рост но только влияние больше больше ничего особенно в песне параноид она прослеживается очевидно совершенно но опять-таки влияние я не знаю дзеппелин и джет ротал они были близки может быть гораздо ближе в тот момент на тот момент времени 69 70 год чем black sabbath достаточно послушать концерт джет ротал того времени там все в порядке ну советские школьники уехали просто головой от этой пластинки совершенно и не от того что она тяжелая она тяжелая да по музыке громкая тяжелая но дело в том что на 70 год было достаточное количество групп и в англии в америке которые играли по тяжести примерно также а по мраку и ужасу гораздо мрачнее и ужаснее и это интересная штука она black sabbath да черный саут во первых никакой тут никаких отсылок там к сатане и и к культом вот этим самым сатанинским black sabbath вообще никогда не было принципе ну по крайней мере таких очевидных как в качестве юморов возможно а во вторых эта музыка она при всей своей кажущейся вот этой вот такой черноте она очень внятная очень мелодичная очень музыкальная музыка музыкальная это бывает музыка не музыкальная и и полно и мы ее все слышим каждый день по радио по телевизору где угодно она льется тоннами на нас валится не музыкальная музыка а эта штука она музыкальная на интересная и в глубине музыки этой самой black саббатской самой глубине зарыт джаз и чуть повыше еще лежит блюз и из этого всего выросла вот это чудесная на самом деле очень интересная музыка black sabbath и школьники и не школьники в том числе именно поэтому и потеря на эту пластинку потому что прикажущийся вот это прикажущимся зверстве она очень хороша по музыке она действительно интересно любую песню какую не возьми ну я не буду говорить про то что моя любимая вещь это рад села инструментальчик где удивительно соло на барабанах соло чисто джазовая сейчас можно его конечно сейчас все эти барабанные школы я знаком с кучей барабанщиков профессиональных очень хороших и можно начать его разбирать игре здесь не точно здесь криво здесь там и и динамика заказать разная проседает и нечетко это все ерунда это все ерунда потому что все эти мои любимые замечательные люди профессиональные барабанщики они так и играют чисто точно круто быстро здорово по клубам так и будут играть всю жизнь до конца своих дней а это соло она останется в веках вот и вся разница при всех неточностях там и просадах в динамике и где-то промазал где-то что-то там скользь скользнул я не владею терминами этими самыми но джазовая настоящее крутое от души от души соло молодым человеком сыгранная ну а пива вар пикс понятно начало грандиозное грандиозное начало с тоже со свингом джазовым чуть-чуть внутри зарытым глубоко глубоко и кайфы такие здесь что когда осборн тянет длинную ноту в конце это нет не так я спел нет не он так нет не как я пример надо дни у него нотка так вот так плавает чуть-чуть на длинной ноте а потом дальше как-то он выравнивается на следующих песнях странным образом хотя песни конечно писались не в таком порядке не у разного ему так вот получилось что в начале пластинки вот эту фразу поет и длинную нотку так неуверенно потом входит вражь ну сама песня warpix так же как и все песни здесь кроме параноида который аляла дзепелин при впрямую такой зарублен ну все знают что песня была дописана к самом конце когда не хватало хронометража на альбом надо было что-то еще дописать они три минуты зафигачили параноид который сочинили за 15 минут а warpix она из нескольких частей она сложная она композиторский придумана она интересна за не следишь она живописно и потом в параноид передохнуть давай ракешника и давай ракешник planet caravan психоделический такой наигрыш с вибрато я думал сначала мы потом прочитал что это не вибрато а лесли в принципе то же самое только немножко другое звучание плавнее так как такая штука сделано лесли что такое лесли для тех кто не знает почитайте в интернете я потом как и при случае расскажу это такая электромеханическая приблуда извините за выражение которое используется там в хамонтаргане например там с хамонтарганом точнее и с разными другими инструментами такой ну типа вибрато только интереснее звучит и такая психоделическая неожиданная штука аэронмен понятно это здравствуй современный тяжелый металл здравствуй в полном полный рост он здесь и и стонер отсюда весь вылез и сепультура отсюда вся вылезла все отсюда просто пришло электрик фьюнерал грандиозное полотно с этой квакушкой на гитаре страшный ужасающий просто ужасающий да кстати я забыл сказать что но дойдем до этого до электрик фьюнерал тоже несколько частей тоже интересно варпикс забыл я сказать что прекрасная гитарная соло в конце прекрасная гитарная соло и соло не не из под волос что называется прописанная партия очень интересно гармония меняется и пошло это слово другая совершенно уже другая атмосфера другое существование и красивая соло на гитаре электрик фьюнерал та же история совершенно тоже после этого чудовищного вау вступления идет развитие в другую сторону совершенно с прекрасным соло вот hand of doom это просто то что можно назвать прогрессивным роком настоящий прогрессивный рок не использование цитат из моцарта и баха который почему-то считается прогрессивным роком а просто развитие рок-музыки развитие того что играли крим что играли там блайт фейд что играли iron butterfly но развитие по-настоящему вперед поиск новых форм новых путей нового звучания и очень интересно тоже сюита из нескольких частей очень интересно и бас тут играет чистый джаз вас вообще здесь везде играет чистый джаз послушать то что играется в басу там полное сумасшествие а ударное здесь очень похоже на то как играл митч митчелл в джимми хендрикс experience тоже джазовая школа джаз точнее не школа даже джаз а подход джазовый со странными брейками такими нервными какими-то нервными истеричными даже ну такие джазовые дела чисто очень интересно очень здорово в тяжелом уроке такого в общем то и не было принципе ну вот у джимми хендрикса были эти джазовые штуки но вообще тяготел кстати говоря к джазу и хотел даже были у него разговоры такие не знаю с кем он говорил что он мечтает собрать большую группу типа чикаго ему очень нравилось его по чикаго в конце жизни он хотел вот с духовой секции так можно все это сделать не получилось red salad я уже говорил джазуха просто в барабанах прекрасное интересное и фэрис wear boots еще один кусок прогрессивного рока уже уже какие-то такие повороты какие-то навороты какой-то просто из одной формы в другую и все это при этом тяжело и все это black sabbath все это слушать интересно просто доступно при всей сложности сложности композиции я бы сказал это все не просто так придумано это хотя это люди молодые им все это было легко их перло как всех молодых как всех нас молодых прет когда человека прет у него рождается очень интересные идеи и вот они здесь реализовались поэтому и молодежь сразу повелась на этот альбом и не молодежь и до сих пор эта пластинка настоящая классика она не устареет я думаю что никогда очень хорошая штука параноид пошел пить пока